Когда я сел писать сценарий к этому видео, то на канале Алины Лайк ТВ-шоу было 400 тысяч подписчиков. Кто-то радуется за внезапный успех ребенка, кто-то недоумевая читает, что она не заслужила эту аудиторию. Груз ответственности только сейчас упал на ее плечи, поэтому время покажет, сможет ли она справиться с ним. А сейчас предлагаю проанализировать, какие фундаментальные изменения произошли у нее за последние 7 дней, потому что я уверен, что эта неделя была самой насыщенной в ее жизни. Начнем. Итак, прошла неделя, как интернет обратил внимание на вот этот ролик. И сейчас я только что вернулась со своей встречи, но, к сожалению, никто не пришел. Я очень расстроилась. И все стало с точностью, да наоборот, у Алины стало много подписчиков. После того, как блогеры рекомендовали поддержать автора канала Лайк ТВ-шоу, аудитория маленькой девочки стала расти и расти. Особенно руку к этому предложил Коля Соболев. Его задачей было не просто подарить трафик Алине, но и насолить Дане Комкову, о котором мы еще сегодня поговорим. На данный момент количество подписчиков Алины перевалило за 400 тысяч. И чтобы вы понимали, много это или мало, скажу, что на самого популярного в мире блогера PewDiePie за последние 30 дней подписалось 340 тысяч, а на Алину 400. Обидно. Такие дрогательные истории, понятное дело, что не могут обойти стороной на телевидении. Поэтому спустя несколько дней после того, как ролик Алины завирусился, ее позвали на какое-то шоу в Москве. И это не пусть говорят, очень странно было, а прямо сейчас по Москва-24. Безусловно, это приятно, что девочку снова поддержали, что уделили ей внимание, но зная цели телепроектов, начинаешь сомневаться в действиях и намерениях этих же программ. Сейчас я объясню, о чем я. Думаю, что действительно ведущим было приятно видеть улыбку маленького блогера, но их фразы настолько вычурными были, что в них не находишь никакой искренности. Это то, о чем я говорил в прошлом видео. Хайп — это если бы каждый причислял себе статус милосердного. Смотрите, я заступился за девочку, а помните, я когда-то заступился за девочку. Вот так же и здесь. Можно было просто сказать, что с ней перед программой встретились люди из программы, гуляли, но нет. Нужно было каждый момент подчеркнуть. А сейчас я вам предлагаю посмотреть, как Алина провела целый день в Москве после приюта. Уже сутки почти. Сутки, да. Ну, сутки. Нет, ну понятно, мы же не следили, не снимали ее сутки. Сегодня у нее была экскурсия. И вот ты сказал, что с ней гулял наш продюсер, но это не так. С ней встречался еще наш автор, корреспондент Виталий Калашников. Проводил ей экскурсию по Москве. Не день, а сутки. Не просто продюсер, а еще миллионы людей. Ну, для чего такое накаливание страстей? Для чего это дешевое набивание цены себе же? И самое, что мне больше всего не понравилось, это то, что они стали делать из Алины какого-то бога блогинга. Что ты думаешь? Звезда настоящая Алина? Конечно, звезда. А ты хочешь быть такой же, как она? Ну, согласитесь, что какой-то бред несет этот ведущий. Да, ее история по-любому заслуживает того, чтобы о ней рассказали в программе. Это интересная, грустная история, но с счастливым концом. Но это не значит, что она звезда. Что такое «ты бы хотела быть звездой, как Алина»? Это звучит так же, как «ты бы хотела такую же детскую травму получить, чтобы к тебе никто не пришел на фан-встречу». Алиночка, ты понимаешь, что все, теперь все хотят быть похожими на тебя, так что на тебе большая-большая ответственность? Просто одно дело, когда ее просто поддерживали, говорили, что не нужно расстраиваться, что никто не пришел. Это делалось для того, чтобы она не опускала нос. А вот такие шоу дают ей веру в то, что она уже состоявшийся артист, который может просто сидеть и пользоваться своей популярностью. А ты знаешь, как себя должна вести настоящая знаменитость? Ведь это не так просто. В идеале было бы, конечно, круто, если Алина воспользуется своим шансом и возьмется всерьез за контент, потому что с таким количеством аудиторий можно уже реально зарабатывать деньги на Ютубе. Зрители, кстати, заметили, что перед ее роликами стала появляться реклама, поэтому вполне возможно, что она уже подключила партнерку. Мало кто знает, но есть еще один неплохой вариант, как монетизировать свой канал. Я говорю о платформе Social Media Market. Это биржа рекламы, которая позволяет блогерам из любой соцсети найти рекламодателя со всего мира. Даже если у тебя минимум подписчиков, ты можешь продвигать чей-то продукт или сервис. И огромный плюс Social Media Market в том, что эта платформа построена на технологиях, которые позволяют делать сделки простыми, удобными и безопасными. Не нужно больше искать способы монетизации канала. Social Media Market поможет блогерам начать зарабатывать на своем продукте, а рекламодателям найдет лучшие каналы для рекламы. Ссылка в описании. Так случилось, что сверхпопулярность пришла к Алине в тот же момент, когда и прогорел проект Hype Camp. В него вложили миллионы рублей, но ничего стоящего так и не получилось. Комков в роли исполнительного продюсера заявляет, что раз о проекте столько говорят, значит он крутой. Но сухие цифры скажут больше, чем этот деятель. За 16 роликов Hype Camp на канал подписалось 180 тысяч человек, при том, что некоторые видео набрали по несколько миллионов просмотров. Это не значит, что проект крутой, наоборот, это значит, что пригнанный туда трафик не сработал, и проект не оправдал ожиданий и требований аудитории, на него даже не подписываются. Комков говорит, что главное не лояльность, а чистота упоминаний в интернете. В принципе, если тебе плевать на свою репутацию, то да, но не нужно себе врать, что после этого, после всех этих упоминаний, ты станешь дороже. И уж тем более не нужно заставлять других людей в это верить. Я сейчас о Лизе Анохиной. Мне очень понравился ролик Тани из Брейнхак об этой девочке. Чтобы точнее передать ее мысль, лучше просто вставлю в фрагмент, чтобы вы поняли. Кто не знает, это та визжащая девочка, ведущая Hype Camp. А теперь еще и певица. Я не хотела бы убегать. Этот случай, конечно же, можно было полностью списать на родителей. Мол, воплощают в ребенка все свои несбывшиеся мечты. Денег некуда девать и бла-бла-бла. Но бог им судья, а сегодня-то мы говорим о детях, верно? Лиза с молодых ногтей привыкла, что у нее было абсолютно все. Захотела свой канал на ютубе? На. Захотела стать ведущей? Вот тебе собственное шоу. Мама, я хочу петь? Окей, доча, сейчас ходим, купим тебе тепленькое местечко в трендах. И завтра ты проснешься в своем замке известной певичкой. Ребенок растет с заложенным добрыми родителями, восприятием себя как исключительной самой лучшей. Проблема только в том, что родители-то не вечные, они не смогут всю жизнь ограждать Лизу от мнения окружающих, которая, увы, не такая радужная, как у Лизы о самой себе. Ее восприятие самой себя больно столкнется с суровой реальностью, и в какой-то момент она просто не сможет понять, а что с ней не так? А теперь, если вернуться к Алине лайк ТВ-шоу, то получается, что вот такие вот программы на Москва-24, где из нее делают звезду, просто погубят блогера. Они зачем-то боготворят девочку, которую нужно, по сути, просто поддержать. И если такие медвежьи услуги для Алины продолжатся, то тогда Комков будет прав. Тогда она привыкнет, что она лучшая, что ее должны просто обязаны все любить, и это сыграет с ней злую шутку. Всего, даже любви и доброты должно быть в меру. Если что, ролик с канала BrainHack я оставил в описании, там тоже говорится об Алине и Комкове. Спасибо за просмотр. Это был проект Ютубер. Меня зовут Эрик. Всем пока.